Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава книги «Премудрости Соломона» это неканоническая книга Ветхого Завета в которой мы читаем своего рода толкования на разные канонические книги и размышления над этими темами и третья глава у нас завершилась рассуждением о мужчинах и женщинах, которые не оставили потомство что для того времени считалось большим позором но при этом были добродетельны и соответственно они получат славу большую чем те, кто это потомство оставил но потомство от каких-то беззаконных союзов и эта тема развивается в четвертой главе это некий спор с традиционным взглядом согласно которому много детей это всегда хорошо, это почет, слава и так далее лучше бездетность добродетелю ибо память о ней бессмертна она признается и у Бога, и у людей когда она присуща, ей подражают а когда отойдет, стремятся к ней ну то есть людям, которые обладают этим качеством бездетностью с добродетелями, подражают и в вечности, увенчанной, она торжествует как отражавшая победу непорочными подвигами но главное, конечно, не слава в этом мире а судьба в мире будущем а плодородное множество нечестивых не принесет пользы и при любодейной отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут незыблемого основания и хотя на время позеленеют в ветвях но не имея твердости, поколеблются от ветра и порывом ветров искоренятся ну это о многодетности, которая связана с неблагочестивой жизнью что сама по себе она ничуть не помогает вот когда начинают уговаривать рожать побольше то нехорошо бы это вспомнить некрепкие ветви преломятся и плод их будет бесполезен незрел для пищи, ни к чему не годен ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий суть свидетеля разврата против родителей при допросе их ну это, очевидно, случай когда судят за прелюбодеяние вот дети, родившиеся от такой связи они сами по себе свидетельствуют против тех, кто в эту связь вступил а праведник, если рановременно умрет, будет в покое ибо не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется мудрость, если седина для людей и беспорочная жизнь, возраст старости ранняя смерть, это не трагедия важно, каким умирает человек каким он предстает перед Богом как благоугодивший Богу он возлюблен и как живший посреди грешников представлен то есть избавлен от этого греховного мира восхищен, чтобы злоба не изменила разума его или коварство не предстыло души его то есть он взят из этого мира прежде чем он мог бы испортиться чем вот этот мир мог бы его победить ибо упражнение в нечестии помрачает доброе волнение похоти развращает ум незлобивый вот живя в этом мире очень легко пасть его жертвой достигнув совершенства в короткое время он исполнил долгие лета значит вопрос не в том сколько жить а вопрос в том как жить можно достичь этой благородной старости еще в юности вот не по годам не по сединам а по качеству своей души ибо душа его была угодна Господу потому и ускорил он из среды нечестия а люди видели это и не поняли даже не подумали о том что благодать и милость со святыми его и промышления об избранных его то есть у Бога есть свой замысел и о таких людях праведник умирая судит в живых нечестивых и скоро достигшая совершенства юность долголетнюю старость неправедного а значит сама смерть праведника осуждает тех кто остается жить даже если они старики а он юноша ибо они увидят кончину мудрого и не поймут что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность то есть в иной мир взял они увидят и уничтожат его но Господь посмеется им и после всего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек ибо он повернет их ниц безгласными извинит их с оснований и они в конец запустеют и будут скорби и память о них погибнет вот опять-таки людская память она остается с праведниками но не с теми кто просто долголетен сознание грехов своих они предстанут со страхом и беззаконие их осудят их в лице их это уже очевидно о посмертной участи что праведники предстают перед Богом сознавая свои грехи в страхе и трепет и с праведником конечно так не будет но об этом уже в следующей пятой главе это уже в следующей пятой главе это уже в следующей пятой главе